В эфире новости 24 в студии Зухра Алиева. Здравствуйте. Вначале коротко о главном. Убежали недалеко, скрывались недолго. Шесть ранее разыскиваемых особо опасных преступников, задержанных сегодня в Калмыкии. Сочетание женственности, скромности и стальных рук – это образ современной девушки-армрестлера. Дагестанские вольники вновь на ковре. Эпидемические каникулы у спортсменов закончились и есть надежда на скорый старт масштабных первенств. Шесть ранее разыскиваемых особо опасных преступников, задержанных сегодня сотрудниками уголовного розыска в Калмыкии. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Дагестану. Помощь силовикам в поимке беглых дагестанских преступников оказал пастух из Калмыкии. Теперь он получит за это миллион рублей от дагестанских властей, сообщает РИА Новости со ссылкой на собственный источник. Напомним, ранее стало известно о том, что 23 сентября шестеро заключенных сбежали из колонии строгого режима в поселке Шамхау. По данным официального источника в МВД, они сбежали по самостоятельно вырытому тоннелю. Четверо из них были приговорены к длительным срокам за наркотики, двое за убийства. Дагестан закупает дорожные камеры на 9 миллионов 800 тысяч рублей. Об этом сообщает газета «Новое дело». Данные контракты размещены на сайте госзакупок. Аукцион на установку систем мониторинга транспортных потоков на автомобильных дорогах регионального, межмуниципального и местного значения выиграла московская компания «МиниМакс-94». Заказчиком выступил Центр организации дорожного движения. Сумма контракта составила 9 миллионов 850 тысяч рублей. Первые врачи в Дагестане привились от коронавируса. Вакцинацию прошли медработники Центральной городской больницы города Буйнакска. За несколько дней до введения вакцины медики прошли исследования на наличие вируса в организме и сдали анализы на определение антител к нему. Прививают только тех, у кого данные показатели отрицательны. То есть при условии, что человек не инфицирован и ранее не перенес COVID-19. Как отметили сами врачи, после прививки они чувствуют себя хорошо, никаких побочных действий не отмечают. Вакцинация добровольная. Во время пандемии эпидемия была в центре этих событий. Видела, как люди страдают, как люди болеют, как люди не болеют. Поэтому я по роду своей деятельности думаю всегда, что болезнь легче предотвратить, чем заболеть. У нас сама служба считается более рискованной. Мы входим в особую зону риска, наша специальность. Поэтому я считаю, что руководитель должен сам привиться, а потом уже за ним пойдут наши сотрудники. Напомним, что антиковидная вакцина в количестве 42 доз поступила в республику в середине сентября. Двухкомпонентный препарат разработан учеными Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени академика Гамалеи. Прививки были проведены в Центре инфекционных болезней, который недавно был оснащен современным холодильным оборудованием для хранения вакцин. Удивительное сочетание женственности, скромности и стальных рук – это образ современной девушки-армрестлера. Стереотип о том, что профессионально этим видом спорта могут заниматься исключительно мужчины с накачанными руками, сегодня разбивают представителя женского пола. Чемпионок России и призеров первенства мира тренирует у себя дома Нариман Магомедов в селе Сагасида и Бук. Подробнее в сюжете по теме от Ханаповой. Сила, скорость и ловкость в этом уютном небольшом зале оттачивают свою технику более 20 юных девушек. Тренирует их Нариман Магомедов у себя дома. Четыре года неустанной работы прошли не зря. На стене висит множество наград – медали, кубки и грамоты. Как российского, так и мирового уровня. Здесь все на профессиональном уровне. По спортивному строго делится с нами наставник. Начиная с дисциплины, заканчивая одеждой. В этом и весь секрет успеха. Я бы не сказал, что это не женский вид спорта. Потому что здоровье никому еще не мешало. Главное, что… Я вот так рассуждаю. Главное, что девочки выступают в хиджабе раз. Это первый принцип. Все делают намазы. Это в обязательном порядке. А то, что они занимаются, я думаю, от этого никому плохо не будет. Еще несколько лет назад девушка в хиджабе на спортивном помосте могла бы вызвать шок. Сегодня это обычное явление. Все в большем количестве турниров участницы в платках допускаются правилами. А армрестлинг в этом смысле – спорт для всех, говорят спортсменки. Это в нем им и нравится. Мне нравится, потому что я могу выступать в том виде, в котором я хочу. И больше нравится, потому что меня тренирует мой папа, а не незнакомый человек. Первая ученица Наримана – его старшая дочь Асиат. С нее все и началось. Затем он начал обучать младших двух. А после подтянулись и другие желающие. Приезжают даже из других городов. А почему вы захотели, чтобы ваша дочка занялась этим? Честно скажу, что я мечтал всегда о мальчике. У меня пятеро девочек, как всегда и бывает, наверное. Я с надеждой на мальчиков, но шоку, Аллах, что Аллах дал девочек таких именно. Свиту девушки совсем не внушают страх. Скромны, женственны и доброжелательны. Поэтому я и решилась посостязаться с ними. Но оказалось зря. Профессионалы обыграли меня сразу, а 13-летним новичкам хватило и пары секунд. Так, может, у меня есть какие-то сильные стороны, чтобы я смогла победить? Или это невозможно сейчас? Победить, я думаю, что вряд ли, но, как вы говорите, пару секунд можно. Пару секунд продержаться? Да. А что мне нужно сделать, чтобы я пару секунд продержался? Поближе встать, это раз. Вот так? Вот так, еще ближе. И потянуть на себя руку, ее руку на себя. Вот в этом плане вы сможете что-то предпринять, чисто удержать. Давайте. Так. Го! Ого, даже секунду не смотрела. В составе сборной России по армрестлингу включены 4 ученицы Нариманна. И все это благодаря его любви к этому виду спорта. Государственной помощи, как таковой, нет, признается тренер. Лишь зарплата в 7 тысяч рублей. А на все остальное, это помещения, инвентарии, поездки, приходится тратить свои деньги. Есть, конечно, выделенная земля администрациям села. Собираюсь построить зал. Если найдется человек, какой-то помощь предложить. Тоже не отказался бы. В семье Магомедовых половина членов семьи – это армрестлеры, а другая половина – группа поддержки. Вторые перед соревнованиями волнуются больше, чем сами участники чемпионатов. Горжусь, рада бываю, но переживаю, когда выезжаю далеко. А вы смотрите прямой эфир? Нет, не смотрю. Почему? Я переживаю, я не могу смотреть. Собственными силами Нариману Магомедову удалось в этом небольшом селе с Агасидейбук построить практически империю армрестлинга – кусницу чемпионов. А если бы энтузиазм тренера еще и поддерживался государством, то наверняка успехи были бы еще более впечатляющими. Впереди чемпионат Дагестана после первенства России и мира. Настрой учениц боевой, и они намерены забрать как можно больше золотых медалей. Мечта, чтобы были мастерами спорта, стали девочки. И чтобы они были чемпионками мира. И желательно многократными. Сборная Дагестана по вольной борьбе приступила к финальному этапу подготовки к чемпионату России, который пройдет с 15 по 18 октября в Нарафаминске. Этими соревнованиями спортсмены откроют посткоронавирусный сезон. Правда, турнир все же пройдет с некоторыми ограничениями. Кто поедет на чемпионат страны, узнавал Курбан Рагимов. До начала чемпионата России остается две недели. По традиции, свой заключительный сбор перед этими соревнованиями борцы Дагестана проходят здесь, в центре спортивной подготовки сборных команд. Сейчас главная задача перед борцами стоит одна – это подойти к соревнованиям в наилучшей форме. За 15 дней до чемпионата почти все тренировки борцов сборной Дагестана проходят на ковре. На этом сборе вольники оттачивают свою технику и тактику. Здесь же есть возможность проверить свои силы в контрольных встречах. Они максимально приближены к соревнователям. Многие спортзалы в республике до сих пор официально закрыты. Пандемия коронавируса серьезно повлияла не только на тренировочный процесс, но и на условия проведения соревнований. Так, чемпионат России пройдет с некоторыми ограничениями. Самое основное – количество участников. На ковер в Нарафаминске допустят не более 16 человек в каждом весе. Это занявшие с первого по пятое места на прошлогоднем чемпионате страны медалисты международных турниров Аланы и Иван Ярыгин, а также призеры юниорского первенства России. «Хотелось бы, конечно, чтобы было людей побольше, чтобы поборолись все, сделали хорошие схватки, потому что в следующем году уже Олимпиада, надо пробороться хорошо. А здесь, я так думаю, есть в весе 16 человек, недобор тоже есть в весах. И поэтому кто-то может 2-3 круга сделать, я так думаю, и в финале уже быть. Поэтому, конечно, хотелось бы, чтобы был нормальный, полноценный состав». Если в предыдущие годы Дагестан на чемпионатах России представляли порядка 80 борцов, то в этот раз их будет 54. Лидеры сборной в полной боевой готовности во время карантина поддерживали форму, тренировались в парках, на берегу моря и в горах. Действующий чемпион мира Гаджимрад Рашидов не выступал на соревнованиях уже почти год. В Нарафаминск он едет доказать свое право быть первым номером национальной команды. «Конечно, задача выиграть и доказать еще раз, что могу бороться и дальше в Олимпиаде готовиться. Я думаю, не только я, но и все остальные ребята соскучились по сборам, по соревнованиям, давно ждали. Все-таки у нас сейчас проходит сбор перед Россией. Вроде все ребята готовы, без раунд». По итогам чемпионата будет сформирован состав сборной России для поездки в Сербию на борцовский мундиаль. Турнир запланирован на середину декабря, однако состоятся ли эти соревнования, пока еще точно неизвестно. Этому вопросу будет посвящено ближайшее заседание исполкома Федерации объединенного мира борьбы. Все решится 5 октября. Курбан Рагимов, Нурмагомед Магомедов, телеканал ННТ, Махачкала. Таковы новости к этому часу. Всего доброго и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин